Синоптики 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 Они получили отказ и уже документы подали в 125-ю школу. Ну, конечно, далековато, но что делать? В день выхода нашего сюжета в городском комитете по образованию нам пообещали, что в 121-м лицее к 1 сентября дополнительно откроют 70 мест для будущих первоклассников. А пока их родителям предлагают записывать детей в другие школы. Семьям, которые живут ближе к Павловскому тракту, в 112-й и в 101-й лицее, а ближе к Попово – в 125-ю, в 127-ю, а также в 132-ю школы. Под видом родительницы пытаемся записать ребенка в одно из учебных заведений. Здравствуйте. Здравствуйте. Это 127-я школа? Да, да. Я по поводу записи ребенка в первый класс. Мы территориально относимся к 121-му лицею, однако там свободных мест уже нет. Скажите, мы можем принести заявление в вашу школу и попасть в первый класс к вам? Ну, я думаю, что нет уже. Оказывается, в 127-й школе для будущих первоклассников и 121-го лицея было выделено 30 мест, но они уже заняты. Свободных мест не оказалось также в 101-м лицее и в 112-м. Принять детей из скандально прославившегося лицея готовы только в 125-й и 132-й школах. Официально прием документов от родителей будущих первоклассников продлен до 1-го июля. Но как нам посоветовали сегодня директора школ в неофициальной беседе, ждать этой даты не стоит. С выбором нужно поторопиться, чтобы не возить ребенка до другой конец города. Ольга Калачева, Николай Шилко, информационный канал, город. Торжественно открытый в декабре перинатальный центр ДАР начнет работать в полную силу через полтора месяца. Такое сообщение появилось накануне вечером на официальном сайте краевых органов власти. Между тем, наш запрос пустить съемочную группу в здание медучреждения в Минздраве региона. Сегодня устно ответили, что во время карантина это невозможно. В продолжении темы следующий сюжет. Публикация на официальном сайте края появилась 8 февраля полдевятого вечера. После того, как местные СМИ продолжили тему, затронутую журналистами федерального телеканала, о нарушении сроков сдачи нового перинатального и подтасовки фактов. Вот что в частности написали в свою защиту представители власти. В декабре в перинатальном центре ДАР открыли поликлиническое отделение, консультативную поликлинику на 240 посещений в день и женскую консультацию. Первые роды приняли в центре 22 декабря. За месяц работы центр принял более 5000 посетителей. Сейчас в учреждении продолжается монтаж высокотехнологичного медицинского оборудования. В течение полутора месяцев мы развернем работу центра в полном объеме. Первые роды приняты 22 декабря. А сколько их было всего за прошедшие полтора месяца? Где принимали роды, если родовое отделение не готово? Почему кроме фотографий с роженицами в палатах нет признаков того, что там лежат реальные пациентки? И почему монтаж высокотехнологичного оборудования затягивается? Ответов на эти и многие другие вопросы не дает ни официальный сайт, ни официальные лица края. Тема закрыта. Ее почему-то не комментирует никто. Красноречивое интервью нам дал заместитель председателя комитета КЗС по здравоохранению и науке Николай Якушев. 29 декабря он вместе с другими парламентариями был в перинатальном на торжественной выписке новорожденной Маши. Этот ребенок родился в этом перинатальном центре? Да, наверное. Вы не очень убедительно говорите об этом? Я не присутствовал при родах. Вы заходили в родзал, где была фотосессия, где фотографировали женщину и прочей? Я лично не заходил. Значит, вы ребенка не видели? Нет, но ребенка-то нам показывали. Как показывали? Через окошко. Спросили ли вы, почему вас не повели на другие этажи, почему вам другие помещения не показали? Нет. А на других этажах что? Не знаю. В интернет-сообщении на сайте региона губернатор заверяет, что новый центр ДАР оправдает свое название в полной мере. Впрочем, сомнений в этом возникает меньше всего. Непонятно другое, кому и зачем были выгодны лукавства и этот спектакль с так называемой технической сдачей в эксплуатацию стратегически важного для страны объекта. Не совсем ясно также, почему бездействуют надзорные органы. Мы отправляем запросы и ждем конкретных и компетентных ответов на них. А еще окончание карантина. Может быть тогда открытый перинатальный центр наконец откроют для журналистов. Елена Макаренко, Андрей Печоркин, информационный канал Город. Снежные проблемы по-прежнему бьют рейтинги популярности среди жителей города. К нам в редакцию ежедневно поступают звонки с жалобами на плохую расчистку улиц и дворов от снега. По возможности выезжаем на место, а после эфиров бывает, что помощь людям оказывают. Об одной из таких историй сегодня в рубрике «Коммунальный патруль» не только об этом. Кирилл Политов. В полдевятого смотрю, бульдозер прямо в окошке мне светит. Ну я думаю, наверное, чистить будут. Предположения оправдались. Трактор буквально спас Антонину Наумовну из снежного плена. Вот в этом месте была приличная гора. Кучу нагребли сюда с территории по соседству. В двух метрах администрация поселка Лебяжи, а сейчас Абылом уже ничто не напоминает. Именно здесь проходила тропинка до дома пенсионерки. И теперь снова можно ходить почти свободно, ничего не мешает. Пока Антонина Наумовна была в блокаде, ей пришлось самой прокопать дорожку до дома. На это у 82-летней женщины ушло несколько часов. Эти рекомендации, говорит Антонина Наумовна, ей предлагал озвучить в нашей программе глава администрации. Совесть у коммунальщиков, видимо, все-таки проснулась. Случилось это именно после нашего репортажа. В комментариях под сюжетом в глобальной сети большинство горожан вновь поставили очередной неот коммунальным службам. Снежный плен. Такая ситуация актуальна. Это зимой для многих дворов улиц Барнаула. К примеру, улица Солнцева. На небольшом участке земли пытаются ужиться пешеходы и водители машин. Торосы выросли чуть ли не с человеческий рост. По волнистому пути к знаниям идут ученики. Именно здесь расположена школа номер 80. Вот такая пешеходная дорожка. Ее очертания с трудом можно разглядеть под толщей снега. Если сойти с извилистой тропы, есть большой шанс попасть под колеса проезжающего транспорта. Как говорят жители, службу ответственные за очистку полотна несут регулярно. Вот только остатки деятельности оставляют за бортом. За полотно горожане ставят твердую четверку. За пешеходную дорожку стабильный неот. Удивительно, но не все горожане хотят, чтобы эту улицу очистили. Некоторые против. По мнению нашего эксперта, юриста Артема Чаузова, дорожный знак «Пешеходный переход» установлен не в правильном месте. В бесснежное время переходить дорогу просто неудобно. Везде газоны. Правда, обязанности по очистке таких территорий с дорожных служб никто не снимал. Согласно правилам благоустройства города Барнаула, с момента начала снегопада, либо образования гололеда, места общего пользования подлежат очистке, а также обработке реагентами. В данном случае дорожным службам нужно взять во внимание данный факт, произвести пешеходный переход на лежащий вид, очистить пути подхода. Далее можно согласовать со всеми органами исполнительной власти по поводу, может быть, переноса данного пешеходного перехода в удобное более место для людей, чтобы они беспрепятственно могли преодолевать дорожное покрытие. Возможно, горожане уже просто не доверяют дорожникам, не уверены, что те справятся со своей работой на отлично. Поэтому и считают, пусть будет как есть, чем после расчистки может быть еще хуже. О проблемах, связанных с ЖКХ, вы можете рассказать нам по телефону в Барнауле 722-301. Звоните. Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал «Город». В крае продолжается месячник борьбы с онкологическими заболеваниями. Согласно последним данным Минздрава России, рак – одна из основных причин смертности во всем мире. Ежегодно диагностируется более трех миллионов новых случаев заболевания. Более полутора миллионов человек не могут справиться с болезнью. При этом, если онкологию обнаружить на ранней стадии, шансы на выздоровление возрастают в разы, отмечают специалисты. Тему мы продолжим с нашим гостем, главным врачом Краевого онкологического центра Александром Лазаревым. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, каков процент выявляемости онкологии на ранних стадиях в Алтайском крае и в Барнауле в частности? И действительно ли, если рак обнаруживают только в начале болезни, то продолжительность жизни можно увеличить? Ну, сегодня, если говорить о ранних стадиях, то нужно говорить о тех стадиях, которые характеризуют неинвазивный рак, инситу, и говорить о первой-второй стадии. Если говорить о действительно начальной фазе инситу, когда опухоль не прорастает в базальные мембраны, то 100% людей могут быть полностью излечены, и опасности рецидива у них нет. Таких больных в Алтайском крае выявляется всего 5%. По Российской Федерации 1,5%. Мало. Но нарастает. А вот первая-вторая стадия, о чем часто говорить, здесь у нас неплохой процент в масштабах России, 57,8% около, по России 50%, то есть выше. Но мы понимаем, что даже вторая стадия иногда не гарантирует от плохого прогноза. А какие новые формы общения с людьми вы используете и планируете использовать для того, чтобы как можно чаще на ранних стадиях люди просто приходили за обследованием? Понятно на сегодняшний день, что возлагать всю работу по выявлению опухоли на специализированную службу некорректно, нетактично, и этого в мире нигде не делают. То есть эту работу во всем мире выполняет первичная сеть. Врач первичной практики. На него он общается с контингентом. И каждый год проводим массу семинаров, конференций обучающих, рабочие места прямо на месте. И вот особенно с прошлого года приступили к новым формам работы с пациентами. Открываем прием, выводим много специалистов различного профиля, специалистов, которые работают на оборудовании, и принимаем до тысячи пациентов. Вы о них слышали, наверное. Выявляемость, конечно, на порядок выше, чем где-либо, потому что здесь есть все условия. Эти акции пользуются спросом. Мы провели вначале одну, потом вторую. И сегодня выходим пока на режим ежеквартальный. Мы вышли и организовали школы борьбы с онкологическими новообразованиями. Заболевание зависит от конкретного человека. 90% кроется в образе жизни поведенческих реакций человека. 90%. Если ты ответственный, ты научись правильно жить. Научишься, не будет вредных привычек. Если вот мы только уберем табакокурение, 40% рака уйдет. С 30-40 лет всего-навсего нужно раз в год посещать смотровые кабинеты в поликлиниках. И 50% опухоли всех локализаций будет там выявлено в начальных фазах. Вот это не всегда люди понимают. Я как-то читал лекции Дорк в Америке. Они как говорят, люди не идут в смотровые кабинеты, бесплатно не идут. Ну, а в последующем, конечно, прежде всего нужно обращаться к специалистам, лицам из групп РИСКа. То есть вот смотровые кабинеты, ФАПы, всем. Давайте вот про группы РИСКа все-таки поговорим. Кто попадает в эту категорию? В эти группы попадают прежде всего лица те, где либо наследственность высокая, предрасположенность, то есть имеются родственники, больные раком, особенно молодого возраста. И этим семьям мы сегодня предоставляем возможность проходить осмотры в нашем отделении профилактики. Если в семье у вас три родственника и более, то напрямую, без всяких направлений, обращайтесь в кабинет профилактики. Он принимает. По субботам мы ведем открытый прием даже. Здесь ограничений нет. И у нас здесь уже больше тысячи таких пациентов. Вторая группа, конечно, тех лиц, которые имеют повышенные нагрузки канцерогенные. Допустим, водитель, профессионал на трассе глотает много дыма, выхлопные газы, канцерогены. Работники горячих цехов. Лица, которые связаны с интенсивной лучевой нагрузкой. Профессионалы у нас, рентгенологи, радиологи, ваши, кстати, тоже вот некоторые специальности. Летчики, космонавты – это вот целый ряд профессий, которые имеют мощный прессинг, как таковой группы определены, и о них специалисты постоянно говорят. Вот этот контингент, конечно, должен проходить осмотр не реже, чем раз в два года. Понятно, что востребованность нашей поликлиники сегодня огромная. Когда-то мы принимали всего 15 тысяч в год на партизанской. Маленькая поликлиника, помните? Вот сейчас прошли отчеты, в надежде мы приняли 160 тысяч, и все равно мало. Поэтому мы наращивать объемы будем, другие учреждения учить будем, специалистов учить будем, но и будем активно формировать группы высокого онкологического риска. Этим мы занимаемся. Спасибо, что в вашем напряженном рабочем графике вы нашли время, пришли к нам в студию. Я напомню, что сегодня у нас в гостях главный врач краевого онкологического центра Александр Лазарев. Полную версию интервью с Александром Лазаревым смотрите на нашем сайте, наши новости.тв. А гостем Татьяны Голубевой в ближайшую субботу будет Сергей Кизилов, директор СДЮШОР «Горные лыжи». Первый мастер спорта в крае по горнолыжному спорту. Вопросы гостю можете задавать и вы звоните нам по телефону 722-440 или пишите на адрес нашей электронной почты. Бурное обсуждение в социальных сетях вызвал проект нового здания Алтайского государственного университета. Появиться оно должно почти в самом центре Барнаула, на углу проспекта Социалистического и улицы Димитрова, в сквере. Почему горожане в основе своей проект критикуют, узнал Илья Кочетков. Когда в сети появились первые фото предполагаемого проекта, критика полилась потоком. Разве можно располагать здание на уютном маленьком уголке? Одним из первых высказался и весьма резко арт-критик Вадим Климов. Он уверен, место выбрано крайне неудачно. О планах построить новый корпус уже давно заявлял ректор университета Сергей Землюков. Причина – острая нехватка учебных и административных площадей. Но что думают о новом проекте сами барнаульцы? Чтобы узнать их мнение, мы вышли на площадь Сахарова. Мне кажется, вполне уместно. Новая архитектура – это новое украшение для города. Будет как-то уже непривычно это все. Для барнаульцев – да. Ну, конечно, университету не хватает мест. Многим приходится ездить далеко, и это очень неудобно. А есть и те, кому просто жаль сквер. Таких уютных уголков в большом городе и так осталось немного. Служайку надо оставить. Вот это вот хорошее местечко очень такое вот. Нет, это природа, кусок природы, мне кажется, не надо его чем-то вот. Островки такие должны быть у нас. Официального комментария от госуниверситета мы пока не получили. Однако в сетевой дискуссии руководитель пресс-службы «Алтгу» Дмитрий Марин заявил следующее. Господа, пока это эскизный проект. Он не утвержден. Решение о строительстве не принято. Первое слово будет за Минопронауки. Земля принадлежит Агу, то есть Минобру. Краевое правительство тоже еще свое мнение должно сказать. Все только в планах. Сквер не уничтожается. Да, небольшую часть деревьев придется спилить. Он также подчеркнул, что новые площади для вуза – давно назревшая проблема. Про сам проект известно не так много. Семь или восемь этажей, площадь более 15 тысяч квадратных метров. Под зданием запланировали даже двухуровневую автопарковку. Однако ни сроков, ни стоимости работ пока никто не озвучил. В начале февраля, 58 лет назад, распахнул свои двери для посетителей художественный музей края. Именно тогда состоялась первая выставка. За эти годы художественный неоднократно менял свой адрес. К примеру, вот сейчас он находится в здании, из которого должны были выехать еще в 2015. Я и мой коллега Андрей Печоркин пообщались со старожилами музея и узнали, с чего все начиналось и какие трудности пришлось пережить. Наталья Царева годы, проведенные в музее, уже перестала считать. Ей кажется, что в художественном она всю свою сознательную жизнь. Скромная, но целеустремленная Наташа пришла сюда сразу после школы, заявив «хочу быть экскурсоводом». Самоотверженную девочку выгонять не стали. Предложили работать на добровольных началах. Надеялись ей это быстро надоест, но Царева, не получая ни копейки, приходила в музей вновь и вновь. Я даже помню экскурсантов, которые ко мне пришли на эту первую экскурсию. Это была взрослая группа, это не были дети, это были туристы, которые приехали в наш край и пришли в художественный музей. Мне, конечно, было очень страшно выходить на публику, но когда я начала говорить, я выбрала для себя одного экскурсанта. Экскурсанты это была женщина, такая полная, в зеленой косточке, и практически всю экскурсию рассказала ей. Долгое время художественный музей занимал небольшое помещение на первом этаже жилого дома на улице Советской. Там сейчас фонды хранилища. Своих экспонатов в 59-м году еще не было. Музей открывали выставкой картины из Третьяковской галереи. Но со временем собственных приобретенных шедевров становилось все больше. Они вытесняли выставочные площади, и в один момент музей вообще пришлось закрыть. Сейчас мало кто знает, но переезд в просторное здание на проспекте Ленина, 88, стал возможен благодаря сатирическому журналу «Фитиль». Приехала команда, отсняли, показали. Это разорвавшаяся бомба была здесь у нас абсолютно. Потому что мы теперь знаем, как снимался «Фитиль», особо острые сюжеты. Они снимались в полной тайне в регионе. И, так сказать, когда отсюда уезжали уже с отснятой, так сказать, пленкой, опасность была того, что их вообще заберут, у них все это, весь и снятый материал. Выполняя государственный заказ, музей принимал по 100 тысяч человек в год. В нынешних условиях художественный посещает всего 13 тысяч. Выставки здесь делают небольшие и стараются их как можно чаще менять. К тому же в здании на улице Горького, 16, нет никаких условий для сохранности произведения искусства. Сотрудники ждут переезда в прежнее отреставрированное здание на проспекте Ленина. Они вернутся, по последним данным, в 2018 году. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Меньше недели до Дня всех влюбленных. Торопитесь, если хотите сделать сюрприз своей второй половинке. Признайтесь, в любви, в необычном видео пришлите его к нам в редакцию, на адрес нашей электронной почты citynewsobakaalt.ru. Видео должно быть не больше 30 секунд. Не забывайте указывать свое имя и фамилию, а также номер телефона. Главный приз конкурса – столик на двоих в одном из ресторанов Барнаула. У вас еще есть время, чтобы порадовать своих любимых и стать победителями нашего конкурса. Пошли на усиление. Буквально пару часов назад барнаульская «Динамо» включила в заявку нового игрока. Клуб заключил контракт с защитником Сергеем Нестеренко. Он будет выступать и до конца текущего сезона. Это 9 матчей. Футболом Сергей начал заниматься в родном Яровом, позже продолжил в Барнауле. В составе «Динамо» отыграл два сезона в 2005 и 2006 годах. Затем в его карьере были «Казанский Рубин», клуб «Тосно» из Ленинградской области. Однако больше всего сезонов, почти 8, отыграл за Хабаровский СКА. Все это время армейцы выступали и по-прежнему выступают в футбольной национальной лиге страны. В «Динамо» Нестеренко перешел в качестве свободного агента. Сумму зарплаты в клубе не сообщают. По нашей информации, «Динамо» планирует выиграть чемпионат второй лиги зоны «Восток». О погоде завтра в Барнауле облачно, ветер юго-западный слабый. Ночью до 10 мороза, днем будет холоднее. Температура опустится до 14 ниже нуля. Это все на сегодня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин